Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Ну вот, дорогие друзья, мы возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона у нас в студии 847-400-5200. Набирайте, будем общаться. Ну а пока я возвращаюсь к своим комментариям по поводу вот этого реформы здравоохранения. К сожалению, опять же, Трамп, не знаю, к сожалению, может быть, наверное, к счастью, президент Трамп объявил о том, что решение этого вопроса переносится до 2020 года, до послевыборов. В чем состоит проблема такого тяжелого решения, или в чем состоит смысл этого решения? Вы понимаете, я, если честно, я себе не представляю. Значит, получается так, Обама Кер как закон, он вообще-то, ну, по крайней мере, вот этот мандат на обязательную покупку страховки, он уже был признан неконституционным. То есть нельзя заставлять людей покупать страховку. И что получается, если это не делать, если людей не заставлять, а бросить, как говорится, пустить-то на самотек, то тогда полностью весь план закона Обама Кер рушится сам по себе, обваливается под своим собственным весом, потому что вся идея Обама Кер была в том, что молодежь, будучи обязана покупать страховку, и, находясь в хорошем здравии, не пользуясь медицинскими услугами и этой страховкой, оплачивает страховку для людей более пожилого возраста, ну, и так далее, и так далее. То есть вот это была идея Обама Кер. Если же следовать решению суда и принять то, что это является неконституционным, заставлять людей покупать страховку, то тогда получается так, что, в принципе, если молодежь не обязана ее покупать, значит, деньги не поступают от молодежи, ну, а все те, которые участвуют в этой страховке, а это люди, которым действительно нужно медицинское обслуживание, значит, они тратят больше, чем государство на то выделяет денег. Ну, и вот именно поэтому этот закон полностью окажется недействительным. Значит, теперь у нас есть достаточно людей, которые, естественно, как говорится, каждый за себя, и вот они считают, как же так, вот как это, что значит у нас забрать Обама Кер, а кто будет платить за нашу страховку, а где мы будем покупать нашу страховку и так далее, кто будет нам предоставлять услуги без страховки. Ну, вы понимаете, дорогие друзья, дело в том, что, опять же, проблема идеи демократической партии состоит в том, что наличие страховки – это не ваше право. Вот точно так же, как, допустим, получение водительских прав – это не ваше право, которое вам уготовлено Конституцией. Это вот вы сдали на права, вы их получили, вы не сдали – ну и не сдали, идите, учитесь дальше. То же самое со страховками на здоровье. Никто вам не обязан эти страховки предоставлять. Ну, никто. И это было всегда испокон веков. Страховка, которая медицинская, вам может быть предоставлена только в случае ее оплаты, вами же, либо, если вы признаны не за чертой, как говорится, бедности, наверное, так, чтобы было немножко понятней. То есть был определенный уровень дохода, ниже этого уровня люди, которые зарабатывали, работали и зарабатывали деньги ниже этого уровня, им предоставлялась субсидированная страховка. Но люди, которые работали и зарабатывали, всегда покупали страховку сами. То ли они ее покупали через работодателя, то ли им эта страховка была выдана. Если работодатель зарабатывает хорошие деньги, и ему нужны работники, он им даст, допустим, либо вообще бесплатную страховку, либо он будет оплачивать какую-то часть этой страховки за счет компании. Но, так или иначе, вам никто не обязан выделять страховку. Теперь, то, что сегодня демократы создают такую ложную видимость того, что вот Обамакер вам предоставляет покрытие pre-existing conditions. Вы понимаете, вы поймите, то есть за все кто-то платит. То есть вот то, что вам предоставляют pre-existing conditions, покрытие, это тоже ведь не бесплатно, правильно? То есть за это кто-то должен платить. Так вот, раньше это было очень просто. Раньше, я имею в виду до того, как президентом стал Билл Клинтон, который поручил своей жене, ей же нужно было чем-то заняться, он и поручил заняться реформой здравоохранения. Почему? Потому что на тот момент Америка была по-настоящему Америкой. То есть страной спроса и предложений, страной вариантов добычи дохода и так далее. То есть была страховка абсолютно спокойно, без всяких HMO, без всяких PPO, без всякого на то вмешательства адвокатов и так далее. То есть это действительно была классная страховка, которая покрывала, у вас был выбор, вы могли себе выбрать, в зависимости от цены за страховку, вы могли себе выбрать либо нулевой дедактабл, либо 250, либо 500, либо 1000. И, допустим, ваши так называемые ко-пейменты составляли то ли 20%, то ли 10%, то ли они были покрыты 100%. И за все это нужно было платить. То есть все зависит от того, сколько вы согласны были за это платить. Но при Existing Conditions не покрывались обыкновенной страховкой. Но для этого, дорогие друзья, это то, что вам никто не рассказывает, то, о чем никто не говорит, я имею в виду демократов и им подобных, и даже Never Trump, и вам об этом никогда не скажут. В свое время был такой, так называемый, ну, это был план, план, который поддерживался каждым штатом в отдельности, и назывался он CHIP, C-H-I-P, Comprehensive Health Insurance Plan. И вот этот план покрывал людей с Pre-Existing Conditions. То есть, если вы получали письмо от страховой компании, которая вам говорила, что в связи с тем, что у вас диабет, мы не можем вас принять в свой план, не можем вам продать покрытие, вот с этим письмом вы обращались в вот этот план, это государственный план, в этот CHIP, и CHIP в зависимости от вашего дохода, в зависимости от вашей Pre-Existing Condition, вам давал страховку и устанавливал месячный платеж. Почему это было так сделано? Это было сделано так для того, чтобы люди, у которых нет заболеваний, вот, допустим, пример. Есть, например, ну, скажем, Джан Смет, который абсолютно здоров, абсолютно, ну, вот он нормальный, бодрый, занимается зарядкой, не курит, не пьет, и бодренький, здоровенький, да? Вот он идет, покупает себе страховку. И вдруг ему говорят, вы знаете, мистер Смет, дело в том, что мы вам должны поднять страховку, потому что у вашего соседа, Чауза До, у него диабет. И для того, чтобы мы могли оплачивать его страховку, мы должны вам поднять цену на вашу страховку. На что Джан Смет говорил, ребята, подождите секунду, я не пью, я не курю, я ем, питаюсь салатами и не кушаю мучного, я не кушаю сладкого. Почему я должен платить за какого-то Джо До, только потому, что этот человек, ну, так получилось, он заработал диабет. Почему я за него должен платить? Так вот, для того, чтобы здоровые люди, приобретая себе страховку, не должны были платить за людей не очень здоровых, вот для этого их разделили. И поэтому страховки, так называемые основные страховки, не покрывали pre-existing condition. Но, поверьте мне, никто, имея вот такую pre-existing condition, никому не было отказано в медицинском обслуживании. Почему? Потому что была вот эта страховка CHEP, Comprehensive Health Insurance Plan, понимаете? То есть, этот вопрос уже давно был решен. Причем решен он был очень умно, и очень толково, и очень рационально. Здоровые люди платили меньше, молодые люди платили меньше, а вот, ну, люди пожилые, или люди с pre-existing condition, им отводилась абсолютно отдельная страховка, которая предоставляла им все медицинские услуги абсолютно без проблем, и не нужен был социализм, и не нужно было иметь Medicare for All для того, чтобы поддерживать вот эту ситуацию. Но кому-то стало мало денег, которые они зарабатывают. И Хиллари Клэнтон, я больше чем уверен, что она была не одна на тот момент, придумали вот такую систему. Знаете что? А давайте мы будем потихоньку упразднять CHEP, будем заставлять страховые компании покрывать pre-existing condition, но при этом мы им дадим возможность поднимать цены на страховку в пределах 300%. И вот теперь смотрите, что получилось. Значит, если раньше моя страховка поднималась год на 5-7%, стоимость страховки, потому что у меня не было pre-existing condition, теперь у нас получилась такая ситуация. всех, прошу прощения за такое выражение, свалили в одну кучу, и страховым компаниям сказали, вы обязаны теперь покрывать pre-existing condition, но мы понимаем, что вам же нужно заработать деньги, поэтому, если раньше вы не имели права поднимать больше чем на 10% в год стоимость страховки, сегодня вы ее можете поднять аж до 300%, в пределах 300% от суммы, понимаете? И что сделали страховые компании? Рады стараться, давайте будем это и делать. Они подняли страховку не только тем, у которых есть pre-existing condition, они ее подняли всем. И страховка стала просто в принципе неподъемной. Цены стали такие, что просто народ не смог покупать себе страховку. Ну, не мог. Чисто финансово не мог, особенно если это здоровый молодой человек или женщина, которая обращается к врачу раз в год, но она не хотела покупать страховку, она просто шла раз в год к врачу, платила свои там 200-250 долларов, ей делали обследование, говорили, вы все в порядке, вы, слава богу, живы-здоровы, и она уходила домой, все. А ведь страховым компаниям как-то нужно зарабатывать. И вот тут появилась вот такая вот интересная идея в виде Обама Кер. Но для того, чтобы Обама Кер как-то сработала, для этого нужно было как можно больше людей подписать под этот план. Почему? Потому что этот план ничего иное, ничто иное, как просто чистая пирамида. Сегодняшняя молодежь оплачивает билы сегодняшних пожилых и больных, потом, завтра эта молодежь становится пожилыми и больными, но набирается новая кровь, как говорится, новая молодежь, и вот эта вот пирамида, которая постоянно крутится, так называемый двигатель, вечный двигатель. Но, к сожалению, проблема оказалась в том, что вот то, что обещала Обама Кер изначально людям, то есть мы вам понизим стоимость страховки в пределах двух-двух с половиной тысяч в год дешевле, плюс вы сможете продолжать держать своего врача, к которому вы уже 20 лет обращаетесь, и вы к нему привыкли. И люди действительно начали подписываться. Но, вы понимаете, получается проблема в том, что люди начали подписываться, так скажем, ни шатка, ни валка. И вот тут сообразили интересную вещь, что если понизить планку уровня дохода, этим самым можно еще больше людей загнать под план Обама Кер. То есть, если раньше вы могли получить субсидию от государства, зарабатывая, допустим, я сейчас не пытаюсь вам показать точные цифры, потому что я просто честно их сейчас на вскидку не помню, но, например, если семья из четырех человек, муж, жена, двое детей, если семья раньше, получая, например, 38 тысяч в год, считалась семьей благополучной, то сейчас, опустив эту планку до, например, 32 тысяч, это уже считается, что эта семья подлежит субсидиям за счет государства. И вот эти все семьи, которым была опущена планка таким интересным способом, оказались, именно, вот, как сказать, подлежали вот этому закону. Теперь, вот теперь у меня вопрос, вот те люди, которые сегодня получили вот этот marketplace покрытие, да, то есть субсидию, ну, так страховка стоит, например, 600 долларов в месяц, минус 350 долларов субсидия от государства, то есть человек платит 250 долларов, но для этого ему нужно купить страховку только на marketplace, а на marketplace всего две компании, это Blue Cross Blue Shield, допустим, и, там, Этна или United Health, или, там, не помню, какая еще компания. Окей? И получается теперь так, значит, выбора компаний у вас нет. Вы, вам приходится выбирать между Blue Cross и, допустим, такая компания, как Этна. Окей? Но проблема в том, что покрытия в этих компаниях обоих такие, что человек, даже будучи, имея возможность заплатить за эту страховку, не имеет ни малейшей возможности ей воспользоваться, потому что deductible 6 тысяч на семью, на человека, прошу прощения, плюс 20% копий. Итого, получается, out of pocket, как говорится, expense, получается где-то в районе 10 тысяч в год. То есть, вам нужно сначала достать 10 тысяч из своего кармана до того, как эта страховка войдет в силу. А у вас другого выхода нет, потому что вам дали вот компанию А, типа Blue Cross, и компанию Б, типа Этна. У них абсолютно одинаковые покрытия. И вот хотите платить 10 тысяч ВА, платите. Хотите 10 тысяч ВА, платите. Но проблема в чем? Даже при том, что вы, допустим, будете платить эти 10 тысяч, но вы, например, 25 лет обращались к врачу доктор Джансон. 25 лет. Он знает вас, ваших детей, ваших внуков, или он знал ваших родителей. То теперь план, который вам предлагают вот в этом marketplace, не покрывает доктора Джансона. А что же вам теперь делать? Значит, теперь вам говорят, ну, раз не покрывает доктора Джансона, значит, выбирайте доктора, например, Сваравский, да? Ну и все. И теперь вы потеряли своего врача, с которым вы знакомы 25 лет, который знает всю вашу подноготную. Вы потеряли тот план, к которому вы привыкли за свою жизнь владения этим планом. Теперь вы потеряли те 500 долларов дедактабл и, может быть, полторы тысячи максимум ARF-пакет, к которому вы привыкли. Вы их потеряли. Но зато вы оказались на вот этом marketplace, где вам государство дает субсидию. И оно вас, этой субсидии, посадило на иглу. Зато считается, что они покрывают ваши pre-existing conditions. А вот то качество обслуживания, которое вы получаете, и ту возможность лечиться, которую вам дают, уже об этом никто не говорит. Понимаете? Они вам говорят, да, мы покроем вашу pre-existing conditions. Но при этом это лекарство вам нужно будет заплатить, и это лекарство вам нужно будет заплатить, а это лекарство мы не покрываем, а этого врача-специалиста мы не покрываем. Понимаете? И вот поэтому все то, что сегодня происходит, это все происходит за счет Obamacare. Почему я вам это так все подробно рассказываю? По одной простой причине, по двум причинам. Во-первых, я это знаю, потому что я, опять же, лицензированный страховой агент, который я даже не продаю медицинские страховки специально. Почему? Потому что я считаю, что это, ну, к сожалению, обдиралово. Но тем не менее, вот то, что сегодня, вот то, как обстоят деньги, дела сегодня с вашей страховкой. Поэтому все те, которые ратуют за Obamacare, особенно те, которые сидят либо на городе, либо на пенсии, вы поймите, кроме вас еще существует масса, миллионы людей, которые намного вас моложе и которые намного вас здоровее. которым эта страховка не подходит. Но вас это меньше всего интересует, потому что вы думаете только о себе. Дорогие друзья, думайте о том, что вы живете в социуме, вы живете в стране. И то, что сегодня происходит с Obamacare, поверьте мне, это не вариант. Просто не вариант. На этом я сегодня закончу. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были со мной. Ну, и обязательно увидимся завтра. Всего хорошего.